Всем привет! Продолжаем выпуск про мой BMW F30 318i с трехцилиндровым мотором Хочется всегда сказать с трехлитровым мотором, но нет, увы, всего лишь полтора литра Я купил измеритель 0100, я не знаю как он правильно называется Компании Dragon, Mini, но не важно Прибор я покупал бушный за 5000 рублей Сторговался на 4500 Вот такая вот штука, маленькая Тут можно замерить от 0 до 100, от 100 до 200 От 100 до 200 мне наверное не пригодится, эта машина не знаю где можно разогнать до 200 В общем сегодня будем мерить от 0 до 100 за сколько разгоняется BMW F30 с пробегом 120 с лишним тысяч километров Самый интересный, производитель, то есть BMW сам заявляет, что машина разгоняется за 9,1 секунду А еще интереснее, я нашел буклет, который у меня завалялся дома трехлетней давности Со старыми ценами BMW и с техническими характеристиками А там на буклете написано, не 9,1, а 8,9 Ну посмотрим, за 8,9 или за 9,1 разгоняется, может 10 секунд Первый раз сегодня буду это мерить, посмотрим за сколько разгонится Ну я надеюсь сделать свой паспорт Я специально не заправлялся на почти пустом баке Машину насиловать не хочу, буду разгоняться всегда с одной педали Поехали! Раз, два, три 10,6 Это что шутка? Подождите, тут что-то не то Бак у меня почти пустой, я специально не заправлялся Сейчас попробуем еще раз Возможно у меня коробка не настроилась 10,6, это же вообще мешка Дубль номер два Педаль в пол С одной педалью Машину не хочу насиловать Две педали 10,4 Дубль номер три С одной педалью Раз, два, три 10,5 Я всем друзьям рассказываю, значит Что у меня машина прет Несмотря на то, что тут три цилиндра 10,5 Это Volkswagen Polo Hyundai Solaris Kia Rio Ну надеюсь, хотя бы не эта машина Надо посмотреть, сколько эта машина разгоняется Правой ногой нажимаю на педаль тормоза Резко переставляю на педаль газа до упора Раз, два, три 10,4 Попробуем коробку перевести на спор С одной педалью 10,3 Попробуем дальше на спорте Раз, два, три 10,8 У меня такое ощущение было, как будто На второй передаче коробка слишком долго держала Как будто должна была переключить пораньше Коробка в спорте Переключаю в спортивный режим Раз, два, три 10,3 Все то же самое в спортивном режиме С одной педалью С одной педалью Коробка передерживает вторую передачу 10,4 Ради интереса Давайте сейчас попробуем На эко режиме Вообще есть разница, что мы переключаем Пыхтим, пыжимся Комфорт Эко Коробку убираю со спорта На обычный режим Раз, два, три Аааа, ты еще глушишь Это прикольно Эко режим 10,2 Самый быстрый результат Прикольно ПМВ Это я еще на спорт не переключал Эко режим Дальше продолжаем испытание На пасходы Это нас не интересует Раз, два, три Слушайте, у меня, по-моему, когда Эко про и спортивная коробка Но когда на спорт переключаешь У тебя не дает Потому что 10,4 Эко про убираем Ставим на комфорт Давайте попробуем На ручном режиме У меня такое ощущение Как будто коробка Переключается поздно Переключаю в ручной режим Также с одной педалью Раз, два, три Попробуем пораньше переключать До 6 тысяч 10,3 Ну нет Инженеры БМВ Уж все продумали А попробуем еще раньше переключить Попробуем примерно На пяти тысячах переключить Раз, два, три 10,1 На ручной передаче Мы добились лучшего результата Причем переключение на пяти тысячах Самое интересное Мне показалось Что третью передачу Нужно переключать Чуть попозже Не на пяти тысячах А попозже Сейчас проверим Пробуем Раз, два, три На пяти тысячах Переключаем И вот Буду третью добивать 10,3 Нет Попробуем на пяти тысячах Еще раз переключить Возможно Мы сейчас едем чуть-чуть в горку Раз, два, три Попробуем в этот раз Чуть больше пяти подержать 10,1 Такое ощущение Как будто Именно первая передача Переключение на пяти тысячах Это вообще очень хорошо А вот Именно Со второй На третью Такое ощущение Как будто Надо подержать дольше Сейчас попробуем Посмотрим И со второй На третью И с третьей На четвертую Раз, два, три 10,1 Бак почти пустой Да? Беса никакого Практически нет У меня сзади Единственное Есть детское кресло Но в багажнике Есть у меня Конечно Там крат Ключи На килограмм Наверное Максимум У меня максимум 10 килограмм В багажнике Да? Это раз Потом Температура За бортом 9 градусов Понимаете? Чтобы 10 секунд Выжать Это надо На ручном режиме Четко переключать Передачи Если просто спорт Ну вы сами видите Даже эко режим У нас был Хороший результат Ну Относительно Хороший результат Получается BMW F30 С видителем 1.5 Свои паспортные данные Не показывает Я уж не говорю Про те Которые В буклете 8.9 Сейчас попробуем Выключить стабилизацию Может Если выключить стабилизацию Покажет Свои паспортные данные Посмотрим Минут 5 Минут 5 Постоял Коробка Остыл Наверное Чуть Хотя За 5 минут Не знаю Как она Остынет Один раз Нажал Трекшн Трогаю С одной Педали Раз Два Три Десять Раз Два Три Педаль В пол Давай Давай Уже Десять 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 Раз Два Три Поехали Давай Газуй Так же Десять Десять Раз Два Три Поехали Еще Хуже Десяти Девять Так Трекшн Удерживаем Полностью Выключили Обычный Режим Коробки Раз Два Три Поехали 10 6 Все Выключено Режим Спорт Поехали Чуть Корку 10 5 Как показывает Практика БМВ Не всегда Правду Говорят Я даже Не смог Влезть 10 секунд Самый лучший Результат 10 секунд По моему Было И 10 2 Секунды Как бы Это странно Не звучало Но В ЭК Режиме Выключаем Стабилизацию Что мы Полностью Выключаем Что мы Частично Эту стабилизацию Выключаем Толку Нет Даже машина Стала разгоняться Дольше Это очень плохо Друзья Потому что Эта машина БМВ Ф30 С полтора Литровым Двигателем Встает Наряду С такими Машинами Как я Уже говорил Кирилл Вольт Своим Поло Причем Кажется Что в городе Машина Очень хорошо Разгоняется Я В первой части Говорил То что Машина С места Очень плохо Трогается Такое ощущение Да Но Сами понимаете Заднеприводная Машина Когда ты Трогаешься Вся нагрузка Падает На задние Колеса Из того что Провернуть Не может Мощности Мотора Не хватает Машин Не может Резко Тронуться Было бы Может хорошо Если бы машина Была бы Переднеприводная Даже хорошо Когда чуть-чуть Проскальзывают Колеса Но К сожалению Здесь нет Такого Если бы Все то же самое Был бы Но передний Привод Мне кажется Передний Привод Разгонялся Ну на секунду Хотя бы Быстрее То есть Свои Паспортные Данные Тут не хватает Именно С места Мощей Интересно Будет Попробовать Мою машину Volkswagen Passat Где паспортные Данные 8,3 секунды Но там Механика Там с места Очень хорошо Возьмет Кстати Можно будет Потом машину Сравнить На ходу Понятное Дело С места Вот Если БМВ С места Сдает А допустим После 50 Разгоняется Так же Как Passat Это будет Прикольно Но Посмотрим Я все таки Думал Что Мы Если даже Не паспортные Данные Но хотя бы 9,3 9,4 Думал Хотя Вот так Будет А тут Вообще Не близко Даже Все таки Один раз Я попытаюсь Левой ногой Буду удерживать Тормоз Правый Поддам Газа И там Через секунду Отпущу Когда оборот Вырос Примерно До 2000 До 2500 Посмотрим Может БМВ Так Разгоняет Свои машины И пишут Паспортные Данные Может Мы так Сможем Паспортные Данные Достичь Я сейчас Точно Не смогу Сказать Возможно На экран Выведу Автомобиль Выжимает Максимальную Мощность На двух Оборотах Первые Обороты Это примерно 4000 И вторые Где-то Около 6000 Могу ошибаться Я сейчас Попробую На 4500 Переключить До 5 По крайней мере Чтобы у меня Допустим Вторая Передача Ложилась Именно На 4000 Оборотов На максимальную Мощность Посмотрим Раз Два Три Поехали 10,3 Вы видите Особо Разницы Нет Что мы На 4,5 Переключаем Что мы На 5,5 Все равно Примерно Так и Получается Поехали 10,5 Поехали 10,5 Запас Ход 9 километров Наверное Один раз Сейчас Стартану С двух Педалей И на этом Завершим Поехали На заправку Все С двух Педалей Раз Два Поехали На автомате Ничего Сам Не переключаю 10,2 Друзья Толку Нет Все Больше Машин Не буду Насиловать Моя машина Так и не Разогналась Свои 9,1 Секунду BMW Обычно Всегда Показывает Свои Паспортные Данные И стабильно Показывает По поводу Стабильности Я соглашусь 10,2 10,4 Но Это не та Стабильность Которая Нам нужна Может ли Быть такое Что у меня Машина Уже старая 126 Тысяч Пробег Бытует Такое мнение Что На немцах Со временем Лошади Убегают В сторону Может ли У меня Какая-то Быть Неисправность Ну Я не знаю Бортовой Компьютер Вроде Ничего Не показывает Никаких Ошибок Нет Не знаю Кто-то Говорил Сюда Надо 18 Колеса Какое Тут 18 Колеса На 16 Не можем Разогнаться Нормально Мои Друзья Это сейчас Hyundai Solaris Кирио Volkswagen Polo Возможно Даже Lada Granta Почему я Делал Этот выпуск Я Когда Выбирал Себе Машину Я Не нашел Такие Испытания Про эти Автомобили Я Как уже Говорил Есть Двухлитровые Там Есть Дизельные Но Именно С полторашным Двигателем Именно F30 В обзоре Нет И нет Особых Испытаний Я хочу Полностью Испытать Этот Автомобиль Чтобы Кто Будет искать Обзоры В Ютубе Чтобы Он Мог Найти Эти Обзоры И Полностью Для себя Решить Я Еще Сделаю Обзор Месяца Через Два Наверное Как Говорится Это Ужно Холодную Голову Я Взвешу Все За Против И Расскажу Полностью Свои Впечатления Ну И Также Буду Дальше Выкладывать Видео По Обслуживанию Этого Автомобиля На этом Все Всем пока Спасибо Что Смотрели Еще один Момент Я проживаю В городе Казань Если Меня Кто-то Увидит Когда-нибудь Это Видео Если Меня Кто-нибудь Слышит Отзовитесь Если Эта Штука У Мне Еще Будет Измеритель Приглашаю Замерить Вашу Машину Если У Вас Такой Ж Двигатель Если Она Посвежее Будет Еще Лучше Возможно У Моя Машина Что-то Не Так Чтобы Исчерпать Вот Эту Вероятность Скажем Тогда Я Приглашаю Кого-нибудь На Замер Но Только Именно БМВ Ф30 С Полторашним Двигатель Не С Чип Тюнинга Я Сам Задумался Посмотрим Надеюсь Я Быстрее Тебя Разгоняюсь Не Уходи Может Я Тебя Даже Догнать Не Смогу Мой Друг Один Глушитель Зачем Смогу 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 Смогу